Я Корчагин Александр Олегович, 03.08.1989 года рождения, уроженец Кемеровской области, 348 полк инженерно-саперная рота, мобилизованный, приехал в гости к родителям по прописке, там мне вручили повестку. На следующий день поехал в военкомат, потому что побоялся уголовной ответственности. У нас есть в организации адвокат, я с ним созвонился, он сказал, что выхода больше нету. Иди военкомат, надеялся, что после Нового года уеду домой по демобилизации. Общаемся с мобилизованными товарищами, кто-то где-то что-то в интернете нашел, ждем весну, весной нас не отправляют, ждем осень, осень нас не отправляют, теперь ждем Новый год. Это да, между собой. Откуда она берется, никто не может сказать точно. Я чувствую, что я больше служу своему государству, тем она служит мне. Уже в течение полугода все настроены на демобилизацию, как я говорил до этого раньше. И между всеми мобилизованными, даже когда мы перезваниваемся, одни разговоры о демобилизации. Настроение упадническое, можно так сказать. Но когда это несколько раз получается отказом, перестаешь в это верить. На нас никто не нападает. Нападаем мы. До того, как попал в плен, верил в пропаганду, что тут нацизм процветает, убивают детей, мы убиваем здесь мирное население. И что теперь, если, ну как я до этого говорил, произойдет обмен пленными, больше никогда не поеду на войну. Получается, я был просто как носчик. Старший группа шел. Ну, мы шли вдвоем. Он наступил на мину. Начал себя перетягивать жгутом. Я ему помог завязать узлы на жгуте. Он по своей рации вызвал группу эвакуации. Я ему помог встать. Он, облокотившись на автомат, начал движение обратно. Отдал мне две батареи от рации. Показал направление рукой. Сказал, он туда на гору поднимешь, скажешь свои, передашь мины и батареи от рации. Я вот подошел, там стоял человек. Я ему говорю, свои. Спустился в окоптик. Он говорит, что-то ты не похож на своего. Так и попал в плен. Мины наши были. Он подорвался на своей мине. У меня не было ненависти к украинскому населению. Неприятное чувство, когда тебе в спину тычут пальцем, когда ты слышишь голоса. Оскорбление в голосах. И понимание приходит, что из-за нас могли пострадать женщины и дети. Это еще намного больше доставляет неприятно. Даже когда был завоеван Крым, я считал, что он нам не нужен. Передаю привет Варшалу.